Что же такое аромат? Ароматы – это своеобразные видитные карточки, которые легко у нас всегда запоминаются и вызывают в наши памятники события и образы. Бухи – это невидимое, однако незабываемое и неописижимое украшение. Бухи подвещают любитие женщины, изучать после ее ухода. Такая знаменитая фраза Coco Chanel, которая характеризует ароматы. Если мы с вами вернемся в историю, обратимся с вами к истории, то раньше не было туалетных вод, не было духов, были составы из ароматных масел, которые стирали в кожу. Не терпите, вы можете увидеть слева от страны, одна из сотни наложниц, которая решила покорить свою фараона. Она поняла, что красота и благовечная, и что даже макияж с возрастом не сможет этого скрыть. А как хочет мужчина на всю жизнь? Только через аромат. Не терпите, пробовала первый, второй, третий аромат, и наконец нашла такое, что фараон просто не мог с ней расстаться. Он расслаблялся в ее запахе. Ему казалось, что когда рядом не терпите, то все неприятности уходят. И бывает у нас с вами так, что человек, вроде бы, ничего в нем особенного нет, и нам неприятно общаться, нам хорошо с ним проводить время. И хочется побыть еще дольше. Когда это происходит? Конечно, когда есть приятный аромат. Представьте, когда вы находитесь на приеме врача стоматолога. Тоже ли вы будете общаться с таким человеком? Ну, наверное, по мере того, пока он не решит ваши проблемы. Но на самом деле никакого расслабления нет, и мы хотим быстрее уйти. Вторая знаменитая обосительница Египта, Клеопатра, которая знала только ароматов. И всегда умела их использовать. Она делала слогом вымачивать паруса ее корабли в душевкой воде. И ее предвижение знали издалека. И я думаю, что кто знаком с нашим ароматом позе, знает эту историю. И этим ароматом являлся Стокелан Цинандо. Заметляющие женщины, Клеопатры и Неприки, они в то время не были красивыми, не считались красивыми. Они были невысокого роста, это не снили в то время. Но до сих пор об этих женщинах говорят как об идеалах женской красоты и привлекательности. Почему? Потому что они знали только в ароматах. Но еще раньше, в 2000 лет до нашей эры, пещерные люди, еще не научившись печь хлеб, уже использовали душевские вещества. И, наверное, первой в голову мысль об использовании аромата пришла женщине. Она приучала и плакала при помощи аромата мужчины. Почему такое большое значение у аромата? Почему же он влияет на наши эмоции, создает настроение? Почему мы надеваем на себя аромат, мы чувствуем себя по-другому, выглядим по-другому? Давайте к вам попробуем разобраться в этом на физиологическом уровне. Аромат, он уже влияет на наше настроение и самочувствие. Мы ощущаем уют, ощущаем комфорт от приятного аромата. Раньше даже, чем поймем, что это за запах. И только потом мозг сравнивает полученные сигналы с целью, что имеется в кладовой его памяти. И мы, наконец-то, узнаем, чем пахнет розой, луком, керосином, либо каким-то еще другим цветком. А в чем же измеряется запах? Я думаю, что все присутствующие знают о том, что 2 измеряется в километрах, вес в килограммах. А в чем же измеряется запах? Есть у нас люди, которые знают, отметьте в чате, в чем измеряется запах. Какая тишина? Ну, давайте тогда раскрою, может быть, небольшой секрет. Измеряется запах в дальнем. Человеку принимают запахи в диапазоне от 17 до 300 дайтон. Самые легкие – это 17 дайтон. Самые тяжелые и сильные – это 300. Какими могут быть запахи? Они могут быть приятные, сильные, слабые, горькие, приточные, фруктовые. А для изготовления ароматов используется около 6000 душистых веществ. Это могут быть и листья, и ветви, и корни, плоды, и сельские. Например, из 200 кг цветков халанг-халанга можно излечь 1 литр высококоситурного пирного масла. Это очень сложный, дорогостоящий процесс. А вот 1 кг метро стоит дороже 1 кг золота. Создание аромата – это целое искусство. И, конечно же, огромное количество проб и ошибок, например, работает так же, как композитор, который сочиняет мелодию, симфонию, или как художник, который пишет картину. Так как же расстается сам аромат Арифлейн? Вначале, если выбьете рынок, последние тенденции в мире ароматов, прогнозы мира моды, создается какая-то концепция того, каким должен быть аромат, для кого он будет предназначен. Всю эту информацию заключается в резюме и передается допись под примерной адресу города Грасс под Парижем. Этот город, он находится в 10 километров от Кан, вот такой вот остров Грасс. Это вот самая луга, на которой выращиваются все вот эти вот цветы, да, поля роз, лаванды. Как я уже говорила, город Грасс, французский город, и он находится на 10 километрах от Север от Кан. Несомненно, он является мероприятием, расположено более 30 партнерных компаний. Несколько фабрик по производству партнерной продукции, и даже музеи, которые полностью посвящаются духам. Самые известные партнерные фабрики приближают к мирноизвестным динациям, Трагонар, Галимар и Мелинар. В течение нескольких недель разрабатываются образы. Этот процесс продолжается до тех пор, пока обе стороны будут довольны результатом. Теперь, после этого, он дает, конечно же, глобальный технический центр. Новый аромат тестируется на подведителях из шести стран. Как им нравится аромат, их ощущения. Тректируется на устойчивый запах от цвета, формулы. Тректируется на устойчивый запах от цвета, формулы. Тректируется в течении, а затем охлаждает до минус 30 градусов, чтобы убедиться, не застрадает ли качество при транспортировке. Их нервные продукты представляют собой смесь различных эфирных масел. Фантастические комбинации запахов создают множество разнообразных ароматов. При создании нового аромата в составе приходится делать из более чем двух элементов. Ароматы описываются по аналогии с музыкой при помощи нот, создающих гармоничные аккорды запахов. Ноты раскрываются с течением времени. После немедленного впечатления от верхних нот, мы начинаем слышать более глубокие ноты сверху. А затем перед нами подскепленно раскрываются базовые ноты. Что же такое верхние ноты, либо по-другому их называют начальные ноты, они ощущаются сразу после нанесения аромата. Именно они формируют первое впечатление об аромате, и поэтому необычно важны для продаж. Это легкие и крестные ноты, врывающие периодные дырки. Они кажутся свежими, герсткими, острыми. Они создаются из кислородных масел, таких как масло лимона, апельсина, розмарина и лаванды. Их можно ощущать только на протяжении 10 минут. Следующие знания идут с ноты сердца. Это аромат кислородного фресла, который отправляется после исчезновения верхних нот. Моты сердца выражают индивидуальность аромата, оставляя ощущение законченности и выдержанности. Они создаются более стойкими и сильными маслами, которые формируют главные ноты аромата, его сердца, сын, его суть и характер. Эти ноты начинают раскрываться через 2 минуты после нанесения аромата на кожу, а полностью раскрываются, примерно через час. И последнее, это базовая нота. Он появляется после того, как ноты сердца растаяли. Это воспоминания об аромате. Базовые ноты, они обеспечивают глубину, они обеспечивают резонанс, они богатые и чувственные, они долго сохраняются на коже и оставляют свои мышцы, древесные швы. Они состоят из тяжелых больших молекул, которые очень медленно испаряются, и базовые ноты, как правило, не проявляются вообще в течение 30 минут после нанесения аромата. Поэтому, как часто мы говорим с клиентами, с людьми, которые тестируют аромат, чтобы они походили 10, 20, 30 минут, чтобы они могли полностью расстроиться ароматной кожей, и они могли полностью потрясивать глубину аромата. Третья нота, она формируется в самых трудно летучих веществ. Это мускус, это амбра. Такие вещества называются еще фиксаторы. Фиксаторы очень насыщенные, пряные, сладкие ароматы. Они заглушают легкие ноты с ростов и цветов, именно поэтому в легкие воздушные ароматы, лестники, позиции, которые по всему миру стараются не добавлять, либо добавлять минимум фиксатору, и такие ароматы, конечно же, они менее свыкли. В соответствии с концепцией нового аромата, конечно же, дается техническое издание и для поисковых дизайнеров флакона. Эти технические издания соответствуют предусмотренным в двухмерный дом. Ведь флакон и аромат, они должны идеально соответствовать друг другу. Дизайнер разорабатывает примерно 20 различных эскизов внешних видов флаконов. Из них выбирается только один, который и будет запущен в производство. До выпуска флаконов каждого из наших ароматов компанией «Рекуэр» производителей состоит в уникальные литвовые формы. Весь процесс изготовления ароматов вынимает признаки от трех лет. Такие же ароматы бывают. Итак, форма ароматов – это, конечно же, адекалон. И вы видите, что здесь указаны проценты, то есть на сколько количество эссенций в эфирных масле и какой концентрации. В зависимости от этой концентрации и зависимости от стойкости аромата. Адекалон чистой эссенции не более 3-4%. Самый легкий аромат для себя. Один тейдер, да? Это идет, когда у вас какие-то продукты сомер-буды, бритья, да, либо какие-то крема для тела, они идут 1-3%. Это самый легкий аромат для себя. Хороший легкий вариант. Там обычно добавляют лимон, апельсин, лаванда. То есть такие верхние маски, которые очень быстро раскрываются. Нет спрея. На москва на чистое тело и ощущения. День свежести остается с вами целый день. Следующее – это туалетная вода. Здесь процентное содержание эфирных масел 5-15% композиции. Конечно же, стойкость обычно где-то 2-3 часа. Это дневный вариант. Если вы видите транспорт в закрытом помещении, в самолете, на полете, если вы находитесь на учебе. Эти водички обычно очень дипломатичны. Можно утром, одну вечером, другую, распыляем облако и входим в него. Рекомендуем даже наносить не на тело, а распылить облако воздухе и полностью пойти в это облако ароматом. И следующее – это у нас парфюмерная туалетная вода. Процессное содержание масла 15-20%. Держится она уже более 4-5 часов. Более насыщенно. Лучше как вечерний аромат. Если вы берете днем, то для того, чтобы выделиться, либо почерпить какую-то изюминку. И последнее – это, конечно же, деси. Концентрация масел обычно 20-30% парфюмерной композиции. Сохраняется. Она стоит и свою 6-8 часов, иногда даже до нескольких суток. Чаще всего используются как вечерний вариант, очень насыщенный. Никогда пухи не убиваются спреем. Чаще всего, если это пухи, то они наносятся на зоны пульса. Итак, если наносить аромат, как его вообще правильно наносить, давайте пару слов, мы об этом поговорим. Наносить аромат лучше всего на хорошую влажную кожу. Он держится немного дольше. На волосах аромат держится дольше, чем на коже. На одежду еще дольше. Он должен быть очень внимательным, потому что на одежду, да, не все ткани воспринимают аромат очень хорошо. И как вы думаете, на чем же аромат сохраняется дольше всего? Причем он может сохраняться до нескольких лет. Есть ли у вас какие-то предположения, на что можно нести аромат, так, чтобы он несколько лет держался? Я так думаю, на предположение нету, да, но на самом деле это нех. Именно нех сохраняет аромат до нескольких лет. Итак, такая же бывает классификация ароматов. Здесь мы представили вам таблицу, вы можете видеть четыре квалификации ароматов компании Арифлэн. Это, конечно же, светочная. Что сюда входит? Это запахи цветов, лесных сядок. Скажите, плохо слышно только Екатерина? Ответьте, пожалуйста, в чате, как меня слышно. Хорошо, давайте попробуем погромче говорить, да? Итак, то есть, как ароматы Арифлэн? Цветочные ароматы это запахи цветов, лесных ягод, фруктов, запах свежести. Кроме того, вы видите здесь древесные ароматы, это теплые духи, по-другому называют. Здесь обычно вы можете почувствовать носу почули, сандал, кедр. Кроме того, конечно же, цитрусовые, они придают главный аккорд аромату. Здесь вы можете почувствовать носки бергамота, мандарина, лимона, апельсина, ну и, конечно же, восточные, амбровые. Восточные амбровые ароматы, они являются самыми эротичными, они мелодичные, они очень яркие, обладают сильнейшим темпераментом. Хотя, если они запускают такой дух, то они бывают тяжеловатые, ни в коем случае они не наносятся днем, они густые, пронзительные. И здесь вы можете почувствовать такие нотки, жасмин, ирис, сандал, север, москву. Компания Арифлэн работают с высшими парфюмерами в мире. Они создают ароматы компании класса люкс и специально для компании Арифлэн. Если вы посмотрите, вот несколько парфюмеров здесь представлено, все они из Франции, конечно же, и Арифлэй Грин, это Морис Руссель, это Оливер Кресс, которые, в принципе, выпускают, вы можете видеть ароматы не только для компании Арифлэн, но для каждого парфюмера очень важна его значимость, его статус. И, конечно, когда он производит новый аромат, он не интересуется, скажем так, в том, как это компания, ему важна его статус. Поэтому каждый аромат уникален, каждый аромат будет очень индивидуален и придет к той компании, которая с ним работает. И, конечно же, кроме того, компания сотрудничает, компания представляет ароматы и представляет разные изделия и не только. И один из таких ароматов это аромат Тендерли Промик. Мы уже видели его на своих страницах, а создала его известный по теннерам по просьбе Арифлэн в благотворительных целях с участием принцессы шведской Мадлен. Ароматы Арифлэн это успешное сотрудничество со звездами. По поводу аромата Тендерли тоже можете обратить внимание, именно приобретая аромат Тендерли все деньги приходят в детские дома в той стране опять же на страничках вы можете встретить этот аромат почувствовать его значимость почувствовать его чувственность и действительно когда аромат издается в поддержке таких высоких людей то действительно хочется аромат его пробовать тестировать и нести людям. Конечно же ароматы компании Арифлэн это следующее сотрудничество со звездами а именно с Димой Биланом Аней Лоров Евгением Плющенко Евой Герстеговой Томасом Андерсоном и Талии Водианой и конечно же многими другими ароматы Арифлэн это награды и признание неоднократно наши ароматы становились участниками различных конкурсов и один из таких конкурс это конкурс фитии как я уже говорила ароматы Арифлэн они неоднократно становились победителями национальной парфюмерной парфюмерной фитии до 2010 года эта премия называлась Аромат Года парфюмеры оценивают международные парфюмы оценивают международные жюри в состав которого входят известные эксперты в области парфюмерии и дизайна а также редакторы глянцев и дизайна и вы можете увидеть что какие ароматы становились неоднократно победителями этого конкурса этой номинации это конечно же в 2008 году победителем конкурса фитии стал аромат эксайта Дина Билана в 2012 год тоже победителем такого конкурса стал аромат мобайдени в 2014 год это аромат который поставляется на кандалаке Power Woman Possess и конечно же в 2015 году сайт форса Дина Билана стал победителем тоже этого конкурса фитии и встает обычный такой вопрос как же правильно выбрать аромат если вам предложили новый парфюм и он вам кажется неплохим вы можете просто о нем забыть продолжайте искать пока внутри что-то не скрепленется от нового аромата прежде чем попробовать аромат посмотрите на его форму и цвет он вам нравится или не очень например узкая длинная форма флакона содержит аромат который подчеркивает вашу легкость вашу активность вашу динамичность ароматы которые есть компания Reflame вы можете видеть это и Экла это миксанер цитрус тоник действительно они соответствуют описанию если ароматы помещены во флакон с четкими гранями они подходят для классического и островогатного стилей вы можете тоже на экране видите Экла и Джордан ароматы которые имеют округлую форму это ароматы которые подходят для их хочется оплатить пальцами и они предназначены для соблазнения на наших каталогах вы можете видеть эти ароматы это Love Fusion это Pose это Divine далее необходимо конечно же проверить аромат на своей коже нанести в том числе очень рекомендуется использовать просто тестировать аромат потому что вы не почувствуете всю глубину аромата но когда вы наносите аромат на свою кожу то в том случае нельзя втирать одну руку в другую аромат ломается вы тоже можете не почувствовать глубину аромата когда вы выбираете аромат конечно же нужно находиться в комфортной обстановке хорошем настроении и не более трех ароматов подряд если в течение 10-20-30 чем нравится можно его покупать идеальный аромат полностью он сливается с нашим гормональным соном нашего тела и мы перестаем его замечать уже минут через 10 в чем же тогда сила аромата если мы его не чувствуем если этот парфюм максимально с вашей фигурой вот что с опирантой то его задача усилить запах тела и преподносить окружающим он составит каждого обратить на вас внимание и оставит самое приятное впечатление о встрече с вами аромат конечно же должен соответствовать вашему возрасту молодежные ароматы до 25 лет они должны быть свежие сильные должны давать эффект яркости распрощенности и конечно же здесь доминируют основные азоновые виды цитрусовые ноты такие как ice, air fire либо happy desire в этом возрасте выигрываете когда с помощью бедящих ароматов подчеркиваете свою жизнераденность красивую энергию молодости 40-50 лет ароматы это вот такие легкие как air fire они уже не так уже гормональное сочинение кожи стало намного слабее и конечно же сложился характер стиль поведения и когда перед нами грелая личность прежние ароматы они уже кажутся слабоватыми и даже иногда женщины могут использовать в туалетную воду своих мужей в стране каталога вы можете видеть такие ароматы как воларе джордани гольд амбар эликсир которые действительно усиливают личность девушек женщин в 20-50 лет мы уже конечно же учитываем цвет кожи учитываем стиль и учитываем ситуацию например если у вас светло вы с этой кожей светлой то ароматы вам необходимо выбирать свежие нежные легкие без приторных ноток такие как тивайн экла или айс а чем смыглее кожа либо чем полнее человек тем считается аромат должен быть более сладким более насыщенным и здесь конечно можно выбрать такие ароматы как жердань волк либо амбар эликсир все что стоит учитывать это для какой ситуации ваш аромат если у вас доработан это деловой образ если вы представляете какие-то услуги оказываете работаете с клиентами то и ваш аромат должен быть легким и свежим какую цель вы преследуете чтобы клиент остался доволен обратился к вам еще раз чтобы он рекомендовал ваши услуги своим знакомым в данном случае аромат он не должен создавать ощущение что вы полной энергии ваши помосы должны быть чистые а значит это ведение объективно и конечно же здесь подойдут такие ароматы в первую очередь это как выражил вумен это экла векен это миссанер если же вы хотите подчеркнуть свою руководящую роль аромат должен усиливать ощущение солидности здесь конечно же подойдут такие ароматы как экла фигничен и если же вы готовитесь к виданию ваша цель если это легкий флир если вы хотите весело провести время то конечно подойдут такие ароматы как диван имиджен и вот именно аромат Эйви очень часто в компании вы можете видеть и услышать что ее рекомендуют если вы планируете создать конечно ни одни духи не смогут заставить полюбить если нет взаимного влечения которое толкает надевые поступки но любовь это огонь который надо поддерживать чтобы он не посыл с помощью приятного аромата вы усилите и прогрите ваши чувства на долгие годы сколько должно быть ароматов в вашем гардеробе решать конечно же только вам может быть и будет столько но обычно рекомендую именно я во первых на все пару года и один для особых случаях конечно же каждый новый каталог я с удовольствием изучаю ароматы представленных каталоге и сегодня я хотела представить несколько ароматов которые представлены хорошей скидочкой в каталоге номер 7 и первый аромат это конечно же наша магиночка аромат Ла Ро Форева а ответ в чате тоже для себя приобрет аромат либо кому может быть он понравился очень этот аромат 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 Ла Ро Форева это история любви в ней всегда есть значение важен лишь взгляд улыбка жизнь с них начинается все самое прекрасное изысканный и жесткий аромат текстом из белых роз яркими цветочными нотками и легким лекущим шлейфом из сахарного миндаля это цветочное ноток оно воплощает в тот момент вечной радости который будет всегда рядом с вами и я думаю что вы многие видели шикарную акцию от компании для тех тех кто размещал на 13 условных в прошлом каталоге разместив в заказ на 13 это аромат идет с универсальной скидочкой 171 700 для тех кто хочет все-таки протестировать этот аромат поближе обязательно приходите в ваши офисы сервисные центры скажите вот так прекрасно выглядит аромат такой вот шикарный бутон белой розы действительно аромат очень насыщенный очень нежный и стоимость аромата по акции получается всего 81 700 белорусских рублей но торопитесь то что акция весит только до субботы для тех кто еще не успел либо забыл что уже заканчивается каталог обязательно вытаскиваем этот аромат следующий аромат он идет в акции активная весна это мужской аромат я думаю вы уже догадались это аромат субботы что это за аромат для какого мужчины он предназначен этот аромат помогает выгодить чувства и ощутить свежесть мгновения с яркими контрастами ароматом субботы с яркими носками зеленого мандарина березой почули подойдет для мужчины который умеет тени и воспринимать жизнь во всех его проявления узор на флаконе да вы видите он напоминает обествии фотоаппаратов движения и подчетливает динамичный характер аромата аромат идет по акции активной весны что это за акции я думаю вы многие знаете но если кто-то не знает я вам напомню размещая заказы всего на 20 условных единиц в течение этой недели на 20 баллов бонус прошу прощения вы можете заказать до 50 единиц продуктов представленных фактором активной весны в том числе аромат субботы и стоимость аромата тоже всего 171 800 белорусских рублей и еще один аромат о котором я хотела вам рассказать ну да о нем конечно же расскажу потому что он уносит на экране это аромат S18 вы знаете что в этом каталоге он идет с уникальной сфилочкой значит в обед он уже не проходил может быть уже весно 150 тысяч 100 рублей всего с каталога и такая цена вообще уже давно не было на странице каталога компании на странице что это за аромат компания считается что это единственным вечерний аромат для мужчин для мужчин нет уж не считается что есть вечерние дневные то это который считается единственным вечерний аромат и конечно же хотелось бы просто сделать какие там выводы о том что ли мы с вами узнали именно о компании Арифлэн какие моменты для нас были интересны какие моменты мы можем с вами подчеркнуть но первое наверное то что компания Арифлэн можно назвать гигантом одним из лидеров в области полтинерного рынка Беларуси и страны Сангрия в нашем подкоре более 40 мужских и 45 тысяч женских полтинерных линий компания Арифлэн продает большое количество ароматов даже больше чем известные полтинерные гиганты которые предлагают буксовые бренды каждый может найти то что-то для себя я думаю что у меня самец единого равнодушного и без такого многообразия ароматов вы сможете выбрать для себя 5 минимум которые нужны а может и больше конечно же компания сидит за модными тенденциями не и по фемерии и новинки появляются в каталоге практически ежемесячно хотя мы с вами говорили о том что на создание аромата уходит от 3 лет и насколько нужно быть продвинутым в мире моды знать что за 3 года за 4 за 5 лет быть модным в стране каталоге вообще в мире ароматов и конечно же большой популярностью пользуются и парные ароматы и скажите пожалуйста в чате отметьте знаете ли вы какая особенность парных ароматов какая изюминка парных ароматов чем они объединены изюминка я думаю наверное все свое мнение давайте тогда поговорим что есть третий аромат вместе рождают третий да это совершенно верно они вместе рождают третий аромат дополняют друг другу все совершенно верно и они действительно объединены чем кроме того одной нотой и в жестком и мужском ароматах присутствует одна центральная нота вернее индивидиет которая их объединяет и вы видите на своем экране парные ароматы некоторые парных ароматов компании это и соус фива ноточка которая объединяет эти ароматы является имбир я думаю что если я вас прошу какая объединяющая нотка то вы ответите не задумываясь и честно у нас полетит какая же ноточка объединяет аромат их эти взяли клубничка совершенно верно аромат экла основной ноточкой который объединяет эти два парных аромата является жасмин и уже на страницах следующего каталога я думаю что те кто листал каталог уже знают видели это новые два парных аромата аромата инфомника уже буквально совсем скоро на следующей неделе мы сможем познакомиться с вами с этими ароматами с этими обочинствами и хочется просверть какую завесу именно инфомника ароматов их объединяющей ноской является аромат сезарь вот такие ароматы действительно компания продумывает и парные ароматы они не только как вы говорили объединят и дают рельеф аромат они действительно объединены и дают возможность людям чувствовать себя вместе как единое целое что касаемо аромат мы с вами уже говорили немножечко но повторюсь наверное о том что ароматы наносите на пластирующие точки ни в том случае не в том руку друг от друга куда мы наносим аромат для того чтобы понять ваш это аромат или не ваш когда вы подбираете для себя аромат конечно же не подбирайте аромат который вам понравится на вашей подруге либо знаком потому что аромат на каждой кожи раскрывается по разному и звучит разными нотками и конечно же мне бы хотелось сегодня еще в завершении для тех кто очень внимательно слушал сделать даже небольшой сюрприз скажем так небольшой такой у нас сегодня была тема ароматов и вот вам несколько вопросов и кто-то из вас уже получит в ближайшие дни пробнички новых ароматов и космоса это мужской и женский для себя чтобы можно было эти ароматы давать тестировать своим близким своим приездам консультантам и конечно самому не сладится этими обучаемыми ароматами ароматом кознанта мужской он очень такой терпкий такой приятный и кознанта женский он сладкий и первый вопрос который мне хотелось бы задать для тех кто очень внимательно слышал в чем же измеряется запах в каких единицах измерения измеряется запах ответьте пожалуйста в чате и кто-то первое отвечает и включает такой прозрачок туалетной воды ну давайте мужской можно приблизительно я понимаю что слово сложное можно приблизительно в чем измеряется запах ну пока ответа нет тогда я задам следующий вопрос возможно будет более легким ваше скажите пожалуйста по мнению консультантов клиентов компании и тех кто работает с ароматами какой из ароматов компании рекомендует всем кто планирует создать семью эльвис эльвис еще который хотел чтобы разыграть и второй пробничек этот ответ звучал совсем недавно расскажите именно аромат инкомнита который будет у нас какая же ключевая нотка является именно в этих ароматах ароматах инкомнита какая нотка объединяет эти два аромата клубничка объединяет аромат хэпидезиак все равно слушай жасмин объединяет у нас аромат эклам и инкомнита сколько далеко очень приятно все правильно Юлия Рослик мы вас поздравляем и второй аромат остается именно вам поэтому тоже следите с нами и в ближайшее время получите эти пробники и сможете наслаждаться ароматом который будет еще только в следующем каталоге ну а у меня на сегодня все если у вас есть вопросы по ароматам вы можете что-то задать какие-то вопросы и я вас конечно же с удовольствием приглашаю на наш следующий вебинар который состоится сейчас же после моего выступления сейчас же в 8 часов где вы узнаете о сути бизнеса онлайн и сможете более подробно узнать как можно работать с нашей компанией хорошо продвигать свою продукцию как строить работать в интернете и проводить вы будете потрясающий спикер вместе с городником где-то компания Ресле у них семейная пара они работают с семьей поэтому успевайте сделать чашечку фото и с удовольствием вас ждем на втором вебинаре бизнес онлайн большое спасибо спасибо Продолжение следует...